Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. Сегодня мы разберемся с вами с темой сбоев цикле. Это не всегда климакс. Вопросов на эту тему очень много. И женщины, как вы знаете, любят сами себе ставить диагноз. Да, да, женщины? Правда ли, что вы любите ставить себе диагноз климакс? Сколько раз ко мне приходили пациентки и говорили, Ольга Викторовна, у меня климакс. Я говорю, с чего вы это взяли? Ну, у меня же нет месячных, значит климакс. А через какое-то время случается беременность. Такое тоже возможно. Поэтому у гинекологов есть поговорка, что климакс иногда шевелится. Сегодня мы разберемся, почему же сбой в цикле не всегда говорит о том, что у вас начался климакс. Как же распознать, действительно ли это климакс или нет? Можно ли его вообще предотвратить? Смотрите сегодняшнее видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, задавайте интересующие вас вопросы. И делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья, действительно, когда у женщины прекращаются менструации, она себе сразу же автоматом ставит диагноз климакс. То есть нет месячных, значит климакс. Безусловно, в возрасте 45-55 лет, если происходят какие-то изменения, то женщина идет как раз таки по пути развития климактрического периода, да, перемена паузы. Соответственно, это с точки зрения физиологии является абсолютной нормой. Но нужно понимать, что менструации пропадают не сразу. То есть если мы говорим про климакс, то они сначала укорачиваются цикл. То есть менструации случаются чаще. Да, то есть если раньше было там один раз 28 дней, то потом будет один раз 25 дней, один раз 20 дней. То есть они укорачиваются, цикл укорачивается. А далее цикл начинает удлиняться. И вот сначала там раз 20 дней была менструация, потом раз в 30, в 40, в 50 дней. А потом она и пропадает. То есть вот эти изменения уже говорят вам о том, что да, скорее всего, в организме климактерические изменения. Но учитывая современный образ жизни у многих женщин, сбои в цикле может связан быть с гормональными нарушениями. Вообще на цикл играет роль любое изменение, да, вообще настроение, стресс, погода, отпуск. Вот уехали вы в супер какие-то жаркие места, да, где очень жарко. Будет ли у вас изменение цикла? Может быть. Плюс, допустим, вы еще испытали какой-то стресс, что вас там не сразу в самолет посадили, что там вы долго где-то ждали. Для организма это серьезный стресс. Поэтому гормональные изменения являются проблемой нарушения менструального цикла. То есть он может вообще пропасть, да, может быть задержка менструального цикла. Затем... Или наоборот он будет... Ну, как бы на длительное время затянуться. Такое тоже встречается. Также различные органические изменения. То есть, допустим, полипы могут вызывать сбои в цикле. Различные функциональные кисты яичников, в том числе гормонально обусловленные, да, могут вызывать изменения в цикле. Поэтому очень важно, когда у вас пропали месячные, или вы заметили, что что-то происходит, они стали короче, или наоборот их долго не стало, длительные задержки, обратиться вовремя к врачу. Потому что первое, что мы можем заподозрить, то или иное гормональное нарушение, то есть серьезное нарушение цикла, и различные органические изменения, происходящие в вашей репродуктивной системе, да. Там те же, допустим, кисты часто гормонально обусловленные, провоцируют как раз-таки изменения в цикле. Стрессы, безусловно, психогенные изменения являются такой, очень серьезной причиной, да. Анорексия, когда вы начинаете, наоборот, худеть очень резко, да. И часто, вот вы знаете, девушки, которые постоянно-постоянно худеют, имеют дефицит массы тела, страдают изменениями менструального цикла. Потом приходится работать эндокринологу, гинекологу, психологу, чтобы восстановить вот этот нормальный цикл питания, восстановить более-менее нормальную массу тела девушки. Поэтому очень важно следить за этими состояниями. Да, да, друзья, я крайне рекомендую это делать. Если вы резко похудели, а сейчас женщины после 40 лет начинают резко худеть, может ли у вас пропасть цикл? Может, безусловно, пропасть. Испытали серьезный стресс? Может пропасть цикл? Безусловно, может пропасть. Что делать? Первое. Обратиться к гинекологу. Сделать УЗИ органов малого таза. Это обязательно. Второе. Сдать гормоны крови. Тут уже конкретно ваш гинеколог подскажет. Я здесь со своей стороны рекомендую сдать эстрадиолы, ФСГ, ЛГ, пролактин, гормоны щитовидной железы, для того, чтобы разобраться в тестостерон у женщин, все ли хорошо в гормональном фоне. Обязательно не забываем про маммографию, не забываем про мазки на онкоцитологию, для того, чтобы нам обследовать и понимать онконастороженность. Это, конечно, тоже такой очень важный и значимый фактор. Поэтому, дорогие женщины, не нужно самостоятельно ставить себе диагнозы, нужно вовремя обратиться с гормональными нарушениями к гинекологу. До 10 дней задержки является нормой. Все, что больше, уже требует обследования. Специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктора Ольга Придухина. Восстанавливает потенцию, улучшает качество сперматозоидов, повышает либидо, повышает уровень тестостерона. В своем составе содержит только натуральные витамины и микроэлементы. Цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Принимать по одной капсуле два раза в день банки хватает на курс на месяц. При регулярном длительном приеме мы видим самые хорошие результаты. Ссылка будет в описании под этим видео. Заказывайте, пробуйте и ощущайте результат настоящей мужской мощи. Будьте здоровы и самыми мощными!